Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Галины Булгакова. Смотрите в выпуске. Главная тема. Накануне Россия выбирала своего президента. Сургут и район проявили себя достаточно активно. Предварительные итоги выборов уже подведены. Центр сберком обещает назвать окончательные в течение 10 дней. А волейбольный Газпром Югра начал серию игр плей-аута. Соперник нашей команды Ярославич. В России прошли выборы главы государства. В списке кандидатов на пост президента значились 8 фамилий. Это и самоводвиженцы, и представители политических партий. Напомню, действующий руководитель страны Владимир Путин, представитель КПРФ Павел Грудинин, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, кандидат от Российского общенародного союза Ксения Собчак и гражданская инициатива Максим Сурайкин, кандидат от коммунистов России, представитель партии Роста Борис Титов и кандидат от Яблока Григорий Явлинский. Накануне 18 марта, как и по всей стране, избирательные участки открылись в Сургуте и Сургутском районе в 8.00. Несколько уиков распахнули свои двери в 6 утра. Сделано это было по просьбе руководителей предприятий ТЭК, чья работа связана с непрерывным производственным циклом. На 1 января, отмечу, в нашем городе число избирателей составило почти 267 тысяч человек. В соседнем с нами муниципалитете 84 тысячи. Население Сургута и района активно устремилось на свои участки. На многих из них к 8 утра скопились небольшие очереди. Радует, потому что люди ждали. В 8.00 уже была готовность, полная участка, в 8.00 открыли, и сразу, не побоюсь этого слова, поток. Избиратели пошли, все воодушевленные, все проголосовали, отдали свой голос, конституционным правом воспользовались. И, как вы видите, картинку за моей спиной, вот так идет, идет, идет. Многие приходят с детьми. Радует. Праздник в стране. Одними из первых, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за кандидатов президента России, стали первые лица и города, и Югры. Все они отмечали голосование не только конституционное право каждого, но и гражданский долг. Дарья Давыдова продолжит тему. В половину девятого утра губернатор Югры Наталья Комарова приехала на свой избирательный участок в Ханты-Мансийске. Там она встретилась с многодетной семьей Картавцевых и приняла участие в мастер-классе по росписи имбирных пряников. Все вместе прийти на избирательные участки, принять участие в голосовании. Каждый повлияет и выберет сильной поддержкой народа президента. Одним из первых своим избирательным правом воспользовался председатель Думы Югры Борис Хохряков. Вместе со спикером окружного парламента голосовать пришла и вся его семья. Знаменательный, я бы сказал, даже знаковый день. Это словно веха, которая объединяет и прошлое, и настоящее. Вадим Шувалов, глава Сургута, прибыл в 12-ю школу в отличном настроении. Он отметил, что очень рад видеть на своем избирательном участке такое количество гаража. Считаю, что они заслужили того, чтобы жить в великолепной, комфортной, безопасной стране и сильной стране. Но для этого нужно сделать свой выбор сегодня, чтобы у нас был сильный президент и сильная страна. Одними из первых приходили на свои избирательные участки и руководители градообразующих предприятий. Кстати, многие уики располагались прямо в офисных зданиях компании «Сургутнефтегаз». Заместителю генерального директора нефтяного гиганта Михаилу Кириленко для того, чтобы получить бюллетень, пришлось постоять в очереди. Он терпеливо дождался, потому как всегда, по собственному признанию, ходит на все голосования. Безопасность избирательных участков в Сургуте обеспечивали больше тысячи полицейских, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий. С 15 марта в УМВД ввели усиление. В пятницу правоохранители заступили на суточные дежурства в помещениях участковых комиссий. Все они были проверены на соблюдение требований безопасности. Возле каждого избирательного участка, возле объекта будут дежурить сотрудники ГИБДД в обязательном порядке по недопущению, то есть нарушению правил движения, во избежание каких-либо несчастных случаев, ДТП и всего остального. При входе на территорию непосредственно к избирательному участку будут также дежурить сотрудники полиции. А представители 370-й участковой избирательной комиссии работали в изоляторе временного содержания Сургутского ОМВД. Задержанным предложили воспользоваться своим избирательным правом. В первом изоляторе за кандидатов президенты проголосовали 60 человек, во втором – 19 задержанных. Молею за Россию. А за что сегодня голосуете? Заследовать будущее России. Спасибо большое. Нормальную жизнь в России. Голосовали специалисты разных профессий – студенты, домохозяйки, политики, деятели культуры. 367-й избирательной комиссии отдал свой голос главный тренер баскетбольного клуба Университет Югра Сергей Ольхов. Вместе с ним на участок пришел капитан команды – серб Никола Липоевич. Он отметил, что народы России и Сербии дружны, и от выбора наших соотечественников эти крепкие. Двусторонние отношения, конечно же, зависят. Пришел посмотреть, перебирать, конечно, как за тренера поддержка, и я тоже согласен, потому что Русия – это страна, которая дружна, и братская за Сербию. И я тоже хотел посмотреть, как со-тренером, как капитан команды. Избирательные участки работали до 20.00. Велосовать югорчане приходили до последней минуты. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Сургут, Интерновости. Активно на избирательные участки шли жители Сургутского района. С самого утра председатели участковых избирательных комиссий отмечали высокую электоральную явку. Наша съемочная группа побывала в поселках Белый Яр, Барсово и Солнечный. В поселке Солнечном Сургутского района у входа в 455-ю избирательную комиссию в 8 утра собралась небольшая очередь. На этом участке зарегистрированы 2533 человека. Те, кто пришел не к открытию, а чуть позже, стали участниками развлекательной программы. Ну это как обычно, да, для того, чтобы люди пришли и почувствовали, что это праздник. У нас работает буфет, на улице там шашлыки. Чуть попозже, в 10 часов, начнется концерт. В городском поселении Белый Яр для 12 тысяч избирателей в 8 утра открылись 8 участков для голосования. В спортивном комплексе «Витязь» расположились сами избирательные комиссии, торговые ряды, кабинет приема ответов на задание викторины «Югре-900». После полудня взяла старт развлекательная программа. Мы все открыты здесь. Да, в принципе, никаких сложностей нет. Все идут с хорошим настроением. Плюс эта викторина разыгрывается. Много спрашивают насчет викторины. Мы отправляем их в соответствующий кабинет. С удовольствием и желанием исполнить свой гражданский долг – проголосовать. На участке в Сургутском районе люди шли группами. За бюллетенями к членам УИКов выстраивались очереди. Бабушка всю жизнь ходит. Сегодня день рождения и как раз проголосую. Так что надо ходить, голосовать. Та же самая картина наблюдалась и в поселке Барсово. Там работали два избирательных участка. Оба расположились в местной школе. Выбираем будущее президента. Мы с удовольствием, как только проснулись, бегом-бегом сюда. Мне не безразлична судьба России. Я должна выполнить свой гражданский долг. Я хочу, чтобы не только мне было хорошо, но и всем россиянам. Я хочу сделать самоправильный выбор. И хочу, чтобы все граждане России исполнили свой гражданский долг. Итоговая явка в Барсово составила 64 с небольшим процента. Одним из тех, кто проголосовал в поселке, стал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он пришел на избирательный участок с сыном и мамой в половине девятого утра. Глава муниципалитета признался, что отдал свой голос за сильного, честного и работоспособного президента. И пожелал это сделать всем. И право, и обязанность. У нас народ очень часто помнит о своих правах, но частенько забывает о своих обязанностях гражданин. Я хочу призвать всех на избирательные участки приходить и отдать свой голос за одного из кандидатов. В итоге явка в Сургутском районе перевалила за отметку в 70%. Самыми активными стали жители поселений Русскинская, Локосова и Угута. Антонина Новикова, Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Сургутинтерновости. Избирательные участки, добавлю, работали до 20.00. Но и после этого времени деятельность участковых комиссий не закончилась. Представители ждали несколько этапов подсчета голосов. Хотя в этом году им помогали не только КАИБы. Это специальные комплексы обработки избирательных бюллетеней. В 2018-м впервые на некоторых УИКах применялась система QR-кодов. Специальная техника считывала шифр и автоматически заносила информацию в базу данных. Также члены участковых комиссий подсчитали, сколько бюллетеней остались невостребованными и погасили их. Следом они проверили, сколько человек проголосовало по спискам и сверили цифры с количеством бюллетеней, которые находились в избирательных урнах. После работы на каждом избирательном участке члены комиссии под охраной правоохранителей отправились в территориальный избирком. Он находится в администрации города. Там специалистам предстояла сложная бессонная ночь. Необходимо было свести воедино все данные со 123 участков, которые были открыты в Сургуте. Информацию специалисты заносили в специальную таблицу. Всего в Сургуте проголосовало 174 218 человек. Это 64,63%. Эти данные, пожалуй, можно назвать в какой-то степени стабильными для нашего города. В 2008 году на выборах президента явка составила 64%. В 2012-м 58%. Около 3000 человек в Сургуте, кстати, голосовали впервые. По традиции они получили небольшие подарки. В этом году это были значки. Итоги выборов уже подвели в территориальной избирательной комиссию Сургутского района. Подробности журналистам рассказал Андрей Чижов, ее председатель. Он уточнил, что явка по муниципалитету составила 70,19%. Всего проголосовали 62 070 избирателей. Этот показатель можно считать для района рекордным. В 2012-м году статистика показывала явку примерно на 3% меньше. Больше 61 тысячи бюллетеней были признаны законными. Недействительными оказались чуть больше тысячи листов для голосования. В участковой избирательной комиссии поступило три жалобы. Все они были оперативно рассмотрены. В СИГ в Сургутском районе не обращался никто. Сейчас Андрей Чижов с итоговым протоколом голосования отправился в Ханты-Мансийск в избирательную комиссию региона. Мы составили свой протокол. Первый экземпляр протокола был подписан в 4 часа 47 минут. Покинули помещение мы около 6 часов утра. Сегодня у меня обязательная задача довести мои протоколы до избирательной комиссии субъекта, для того, чтобы они тоже смогли оперативно составить свой протокол и направить его в Центральную избирательную комиссию. Между тем, уже подведены предварительные итоги выборов президента России. В Сургуте за Владимира Путина отдали голоса более 77% человек, пришедших на избирательные участки. На втором месте Павел Грудинин, набравший 11%. Замыкает тройку Владимир Жириновский, у него 6% небольшим процентов. Похожие данные продемонстрировала и ЕГРА в целом. У действующего главы государства в нашем регионе 76,2%. У Грудинина 12%, у Жириновского 6,8%. В Сургуте и округе все бюллетени уже обработаны. А вот в Центр избиркоме работа еще продолжается. По данным ЦИК, после анализа 99% бюллетеней действующий президент России Владимир Путин набирает 76,65%. У Павла Грудинина 11,8%. За Владимира Жириновского отдали свои голоса 5,7%. Окончательные итоги выборов президента России ЦИК страны по сообщению ее председателя Эллы Памфиловой подведет в течение 10 дней. Волейбольный клуб «Газпром Югра» начал серию игр плей-аута за 9-е, 14-е места в Российской Суперлиге. Наша команда на своей площадке принимала Ярославич. Гости завершили первый этап чемпионата на 13-й строчке. До этого соперники встречались в текущем сезоне дважды. Оба раза победу одержал сургутский коллектив. В отчетные встречи «Газпромовцы», контролируя ход стартовой партии, взяли в ней верх 25-21. Второй сет, проходившему по аналогичному сценарию, также оказался в копилке нашей команды. Однако затем Ярославичу удалось изменить ход матча. Такое бывает после двух выигранных партий. Иногда команда останавливается, думая, что дело уже сделано, и можно уже доигрывать на одной ноге. Но, к сожалению, Ярославль показал нам, что это не так. Конечно, они будут бороться, они будут цепляться за любую возможность, чтобы выиграть партию. В третьей партии у волейболистов Ярославича получалось практически все. Гости изменили свою подачу, сделав ее более агрессивной. Сургутяне не справились с приемом, а, соответственно, связующему было намного сложнее отдавать качественные передачи своим партнерам. В третьем сете победу одержал Ярославич. Гости были близки к тому, чтобы оставить за собой четвертую партию. Равная игра продолжалась до самой концовки матча, где сургутяне заставили своих оппонентов дважды подряд ошибиться. 25-22. Итоговый счет встречи 3-1. Боевая игра. В принципе, мы на выезде. Молодежь, как всегда, должна наделать своих ошибок, чтобы научиться играть в волейбол. Она их делает. Поэтому, как бы, игрой, в принципе, в общем, доволен. Мало доигровок забили. Первой партии вообще из 8-0. Поэтому, как бы, нечем было играть. А так, плей-офф, играем. Кто доживет, тот молодец. Побеждать во втором матче с Ярославичем сургутянам нужно было обязательно. При определенных обстоятельствах 3 очка могли бы завершить домашнюю серию плей-аута для «Газпрома Югры». Нашим волейболистам еще предстоят встречи в Греции с Олимпиакосом. И, вероятно, финал Европейского Кубка Вызова. Справился ли Сургут с поставленной задачей? Записал ли вторую встречу против гостей с берегов Волги? Свой актив знает Дмитрий Круковец. Ровно сутки были у команд на то, чтобы разобрать собственные ошибки первого матча и постараться их исправить. И, похоже, что этот день с большей пользой провели именно сургутяне. В стартовой партии они разгромили Ярославич со счетом 25-15. «Лучший волейбол, чем был вчера. Очень много в защите сыграли. Ну и вообще общее качество игры было очень хорошее. То, что у нас где-то в каких-то играх была проблема с подачей, сегодня, я считаю, его не было. Минимальное количество брака. Вот. И достаточно уверенно сыграли». Второй сет, разозлившийся Ярославич, начал с небольшого рывка 5-2. После таймаута, который взял Рафаэль Хабибуллин, сургутяне настигли соперника, а затем мы вышли вперед. Виток партии 25-20. «Даже с нашей хорошей подачи был феноменальный прием. 80% доводки в зону. Я давно такого не видел. Все получалось у сургута и как бы подавали, рисковали. Не рисковали тоже. Сургут доводил. Я понимаю, что легче было играть вдоль сетки передачи, которая и нападение справлялось с этим, потому что пасующим было полегче». Гости попытались исправить свои ошибки в третьем отрезке игры. Показалось, что сценарий первой встречи может повториться. Не все получалось у сургутян, а гости, наоборот, практически поймали кураж. К концовке лидерам подошел Ярославич 21-19, но больше очков волжане набрать не смогли. Ошибки, провалившиеся приемы и забойная атака «Газпрома» позволили хозяевам закончить матч со счетом 3-0. «У них сегодня все гораздо больше получалось. У нас, не знаю почему, но мы провалили третью партию в чистую. Хотя если зацепились и сейчас, и уже там дальше как будет, могли выйти на вчерашний хотя бы уровень. А так показываем плохой волейбол, но будем стараться объективно сыграть гораздо лучше себя дома». Второй матч против Ярославича, возможно, стал последним домашним в этом сезоне. Точно станет известно по результатам гостевых игр. «Газпром Югра» имеет шансы на выход в финал Еврокубка. Для этого сургутянам нужно на выезде победить греческий Олимпиакос. А вот серию с Ярославлем продолжать не хотелось бы. Чтобы застолбить за собой свое десятое место в Суперлигии, наши волейболисты должны выиграть на берегах Волги всего одну встречу из двух. Игра в Греции в ближайшую среду, в Ярославле, в субботу и, если потребуется, в воскресенье. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут-Интерновости. За событиями в Югре следите на канале Сургут-Интерновости в Телеграм и на нашем сайте indefisnews.ru. Завершит выпуск коммерческая информация. Спасибо за внимание. До свидания. Обновить домашний текстиль выгодно и со вкусом. Комплекты постельного белья из бязи, поплина, махровые покрывала и теплые одеяла, пледы и даже прихватки. Все изделия из качественных материалов. На выставке любительницы домашнего уюта порадует текстиль на любой вкус. Кстати, есть возможность приобрести отдельно части постельного комплекта. Наволочку, простынь или пододеяльник. Выставка текстиля проходит в расширенном формате. Представлена продукция фабрик России и фабрик Китая. Постельные принадлежности. Начиная с одеял, подушек, комплекты постельного белья, кухонный трикотаж, махровые полотенца, домашний трикотаж Ивановский, который уже себя зарекомендовал давно. А также большой ассортимент покрывал и пледов. Цены на выставке ниже розничных. Каждая хозяйка найдет вещь по вкусу. Ведь выбор изделий огромен. Натуральные материалы. Хлопок, эвкалиптовое волокно, бамбук, лен. Самые популярные в этом сезоне. Выставка работает в торговом центре «Богатырь» до 25 марта. Приглашаем на выставку продажу текстиля «Фабрик России и Китая» с 19 по 25 марта в торговом центре «Богатырь». 31 марта на сцене концертного зала «Сур-ГПУ». Московский театр кошек Юрия Куклачева и Владимир Куклачев с очень веселым спектаклем «Страна Кошландия». Компания «Жалюзи». Жалюзи всех видов, карнизы для штор, замеры и установка, изготовление за один день. Теперь мы еще и по новому адресу. Улица Геологическая, 9, в торговом центре «Славянский». Телефон 333321. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Новый год прошел, но подарки не закончились. Реальные цены на квартиры в сданных домах от 1 миллиона 750 тысяч рублей. И экономия на ЖКУ до 30% в подарок от компании «Сиппромстрой». Подробная информация на сайте sps86.com и по телефону в Сургуте 600 190. Компания «Сиппромстрой». Добро пожаловать домой. Первое в Югре реалити-шоу «Батл Бизнес» на городском телеканале «Сургут-24». При поддержке администрации «Сургута» и «Сургутской торгово-промышленной палаты». А ты говоришь, не сезон. Я все переживаю, как там наш крыжовник. Маш, сделай погромче, а. Хорошо там, где есть радиодача. Лаптев Андрей Викторович. Психопластика фигуры. Гала-отель. 31 марта в 13.00. Тренинг Лаптева Андрея Викторовича. Телефон 909-920-2727. И о погоде на 20 марта. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Во вторник в большей части Западной Сибири будет сказываться североатлантический циклон, насыщенный снеговыми тучами при температурном фоне почти в климатической норме. А юг региона остается под влиянием относительно погожего антициклона. Ночью в Сургуте окрестностях облачно. С прояснениями местами возможен небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 15. Температура воздуха минус 16, минус 21. Утром облачно, временами снег. На столбиках термоеметров около 15 градусов мороза. Днем также облачно, небольшой снег. Направление и сила ветра не изменятся. Температура от 1 до 6 ниже нуля. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». Новая коллекция «Весна-лето-2018» уже поступила в продажу в салонах обуви «Саламандр». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 752 миллиметра ртутного столба. Я кукла Валюша. Со мной покушай и сказку послушай. Поиграй, покачай, амперс поменяй. Кукла Валюша – моя игруша. По суперцене. Уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам удачи, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова